Традиционно в преддверии Дня Победы работники городской администрации навещают ветеранов Великой Отечественной войны. На этот раз они порадовали пожилых людей комплектом домашнего текстиля, сертификатом на лечение зубов и сладостями к чаю. За один день они навестили 66 бабушек и дедушек. Спасибо вам за победу, за все хорошее, крепкого здоровья, вам на здоровье настроения. Спасибо. Поздравляем вас с праздником и ждем вас 9 мая. Райзий Гаянов ушел на войну совсем юным. Все четыре года он был на фронте. К счастью, ранений ему удалось избежать. Сегодня в свои 93 дедушка путается в названиях городов, в которых пришлось воевать. Однако прекрасно помнит, где встретил 9 мая 1945-го. Я был в авторных войсках, потом в артиллерии, противотанковые, ну и сухопутные, ну, свелком был. Сейчас за ветераном ухаживает его племянник с супругой. По их словам, Райзий Нурлагаянович и в столь преклонном возрасте сохраняет бодрость, духа и оптимизм. Поддерживать тело в тонусе ему помогает знакомая всем нам с детства зарядка. Старый у него сохранился утром, физиарядку делает. Мы гордимся. После войны он продолжал свою службу. Служил в министерстве обороны. По окончанию войны, значит, я не мог попасть домой. Попал в министерство обороны. Вот, служил в главном штабе сухопутных войск. Прослужив 31 год, уволился уже. Стал болеть, уже села не было. Ну и не обреживался. Сегодня в городском округе проживает 69 ветеранов Великой Отечественной войны и 693 труженика тыла. Отдать дань уважения, почтения, искренней признательности людям, испытавшим все тяготы Второй мировой долг каждого из нас. Правда, хочется, чтобы о ветеранах вспоминали не только в канун Великого праздника, но и как можно чаще. Простое человеческое общение, внимание и забота – это то, что для нас несложно, а для людей старшего поколения очень ценно и важно. Зульфия Амировазад Давлетшин. Время новостей.